Участившиеся авиаэциденты в нашей стране заставили парламентариев обратить внимание на качество гражданской авиации и всей транспортной отрасли. На правительственном части в Можелесе на вопросы депутатов отвечал министр транспорта и коммуникации Аскар Жумгалиев. О том, как дороги дороги, безопасны полеты и качественные переезды, расскажет Асали Султанова. Тенденции к увеличению авто- и авиакатастроф, дороговизна авиабилетов, задержки авиарейсов. Вот, пожалуй, не полный список тех реалий, с которыми сталкивается отечественный дорожно-транспортный комплекс. Об этих проблемах и не только, но и перспективах развития и достижениях говорили сегодня в Можелесе. Со своим докладом перед депутатским корпусом выступил министр транспорта и коммуникации Аскар Жумагалиев. В области гражданской авиации за минувшие пять лет произошло 21 авиационное происшествие. В более чем половине случаев причиной ЧП в воздухе стал человеческий фактор. Чтобы исправить ситуацию в стране, откроется учебный центр для повышения квалификации воздушных кадров. К тому же, ведомсти не исключают, после проведения ресертификации по международным стандартам, ряд авиакомпаний подрежут крылья. Те же, кто останется в небе, пополнят свой авиапарк. За прошлый год наши, не только «Эр-Астана», но и другие авиакомпании закупили 16 судов. И вот в этом году, в 2013 году, собираются закупить еще 14 судов. До 2020 года ориентировочное количество всех судов, которые собираются приобрести, наши отечественные компании, 56. Извечный вопрос, как найти кратчайший безопасный путь из пункта А в пункт Б не только в небе, но и на земле. Сократить время пути по направлению «Астана» Алматы с 12 часов до 5 поможет новая высокоскоростная железная дорога. Ее начнут строить уже в этом году. Продолжается и ремонт автодорог. В 2012-м реконструировали свыше 5,5 тысяч километров. Чем выше качество, тем меньше аварий. Так, после ремонта трассы «Астана-Щучинск» смертность ДТП упала в 8 раз, при снижении числа аварий в 3 раза. Ближайшей реальностью могут стать и трассы, за которые нужно платить. Скидки и льготы уместны даже здесь. Механизм оплаты там предполагается, так бы не говорить, из нескольких таких вот форм. Это будет и открытое, и закрытое, которое объединено в гибридную форму оплаты, которая будет предполагать как остановку и оплату непосредственно живыми деньгами, если можно так говорить, как оплату через кредитные карты. В планах в этом году отремонтировать 9 тысяч километров автодорог, но для государства, занимающих девятую строчку в мировом рейтинге стран по площади территории, фраза «дороги, которых не хватает», уместна как никогда. Ассали Султанова, Умирбек Изимов, 24КЗ.